Сегодня о деньгах. Я не говорю, что деньги не нужная вещь. Нет, люблю деньги, очень люблю деньги, просто их нету. Но я их люблю, поэтому ничего тут страшного нету, что их нету. Но главное, что я их люблю, и это все хорошо. Однако надо понимать, что деньги это только часть жизни. Есть еще кое-что другое. И многие философы говорили о том, что деньги это еще не все. Есть еще какие-то другие вещи, которые могут быть гораздо важнее, чем деньги. И вот человек постоянно хочет на что-то опереться. Он думает, что он создаст себе какие-то вот такие вот опоры. Люди типа меня, которые вообще ничего не зарабатывают, они как бы замок на двери поставят, может быть никто не ворвется. Вы же прекрасно понимаете, да, что если тяжелые врываются, да, то они... Я просто переживаю, что когда они пробьют двери, чтобы они не вылетели в ту стенку, просто им легко так будет это самое. Деньги не дают защиты. В жизни вообще невозможно опереться. Иисус правильно говорил о том, что вы строите замки на песке. Замок. Замок это как бы укрепленный, да, но он на песке. Денежка не дает ничего. А денежку же невозможно в матрасике хранить. Не, ну особо бедные хранят в матрасике. А богатые же вкладывают во что-то. Вот они вкладывают, вкладывают, вкладывают. А в результате что? Пришли и отняли. Вот эти румяные буденовцы, понимаете, приходят и отнимают. Вместе с автопарком, с денюжкой, с унитазиком повырывают. Кому нужен унитазик, он его может вырвать просто-напросто. Деньги это еще не все. И думать только о деньгах при вот этой вот мизерной жизни в 70 лет. Сколько у меня красавцев поумирало, а денег было немерено. И шу понту. Поэтому я так думаю. Собственно, вам наплевать на то, что я думаю, но я имею право думать. Важнее всего, наверное, заниматься духовным ростом, чем финансовым. А финансовый рост, он такой, знаете, очень-очень-очень зыбкий. Сегодня вы живы, а завтра вы мертвы, так как люди имеют тенденцию умирать и подчас внезапно. На сегодня все.